Такое растение, как нандина домашняя является вечно зеленым деревом и единственным представителем рода нандина. Относится оно к семейству барбарисовы и барбаридосей. В природе встречается на горных склонах восточного Китая и Японии. Данное растение выделяется среди остальных тем, что оно в зависимости от сезона изменяет окрас своей листвы. Так осенью и зимой она становится насыщенного зелено-красного цвета, в весеннее время приобретают бурый оттенок. А потом постепенно листва вновь становятся зеленого цвета. В диких условиях дерево может достигать в высоту 5 метров. У него имеется множественная прикорневая поросль, что делает растение схожим с кустарником, причем довольно густым. Благодаря прямостоячим маловетвящимся стеблям крона имеет цилиндрическую форму. Кара у нандины также вызывает интерес. На молоденьких побегах она окрашена в фиолетово-коричневый цвет. Со временем она приобретает более светлый оттенок и, в конце концов, становится коричнево-серой с продольно расположенными бороздками. Супротивные довольно длинные, до 40 сантиметров, листочки имеют удлиненные черешки, и находятся они лишь на верхушках побегов. Они являются непарноперестыми. Состоят из трех плотных листьев ланцетно-ромбической формы, имеющих заостренную вершинку. Они соединены между собой коротенькими черешками длиной в один сантиметр. Маленьких цветочков имеется в большом количестве. Их диаметр примерно полсантиметра. У безлепестковых цветков есть беловатые чашелистики, которые собраны в рыхлые соцветия в форме кисти. Цветет в первые летние недели, а позже происходит образование маленьких круглых плодов, обладающих насыщенным красным окрасом. Они-то и считаются настоящим украшением нандины. На данный момент насчитывается примерно 50 сортов данного растения. Они отличаются между собой размерами, окрасом плодов и листвы. Так, есть сорта, у которых листва все время окрашены в розовый либо красный цвет, с маленькими или пестрыми листочками, карликовые сорта, с беловатыми плодами и т. Д. Уход за нандиной в домашних условиях. Нандина – это растение не пользуется особой популярностью у цветоводов, так как ему очень сложно создать подходящие для роста и развития условия. Освещенность нужен яркий, но при этом рассеянный свет, причем круглый год. Растение можно подвергать воздействию прямых лучей солнца в утренние и вечерние часы. Зимой, когда света не так уж и много, нужна досветка. Особенно в ней нуждаются сорта с пестрыми листочками. В теплое время года деревца можно перенести на улицу, на балкон либо в сад. Однако следует учесть, что ему требуется обязательное притенение от палящих полуденных солнечных лучей. Температурный режим в весенне-летний период нуждается в прохладе, до 20 градусов. Зимовка должна быть довольно холодной, от 10 до 15 градусов. Поддержание такой температуры, особенно в летнее время, это основная трудность, с которой предстоит столкнуться цветоводом. Как поливать нандино поливать в весенне-летний период надо обильно. При этом нужно учесть, что полив производят только после того, как хорошенько просохнет верхний слой субстрата. При холодной зимовке поливать надо значительно меньше. Для полива используют отстоянную мягкую воду. Для смягчения рекомендуется воспользоваться лимонной либо уксусной кислотой. Влажность нуждается в повышенной влажности. Рекомендуется поставить деревце в непосредственной близости к источнику воды, а можно в подон всыпать немного керамзита и влить жидкости. Увлажнять листву надо в утренние и вечерние часы, используя воду, не имеющую в своем составе извести и хлора. Землесмесь нандина для приготовления землесмеси следует соединить листовую и дерновую землю с крупнозернистым песком, взятые в равных долях. Не забудьте про очень хороший дренажный слой, который обязательно должен быть толстым, который поможет избежать застоя влаги в почве. Удобрение с наступлением весны следует начинать подкормки нандины, которые продолжаются до середины осеннего периода. Подкормку проводят два раза в месяц, используя для этого органические, а также и минеральные удобрения. Также опытные цветоводы рекомендуют подкармливать деревце удобрениями для бонсай. В зимнее время надо подкармливать растения один раз в четыре недели. Пересадка нандины нандина молоденькие растенеца надо пересаживать один раз в год. Взрослые экземпляры подвергают данной процедуре намного реже, а именно один раз в трех либо четыре года. При этом ежегодно нужно заменять верхний слой субстрата в горшках. Размножение нандины нандина чаще всего для размножения используют прикорневую поросль. Ее аккуратно отделяют от материнского деревца и сажают в отдельную емкость. Для размножения подходят и полудревесневшие черенки, однако укореняются они очень плохо. Обрезка обрезать растение не следует, потому что оно почти не ветвится, даже если прищипывать верхние части побегов. В связи с этим взрослая нандина не сможет иметь древовидную форму, даже если срезать имеющиеся прикорневые побеги. Болезни и вредители нандина могут поселиться нематоды и тли. Если были замечены вредные насекомые, то следует провести обработку растения специальными химическими средствами в ближайшее время. Чаще всего растение заболевает, если за ним неправильно ухаживать. Если вода будет застаиваться в почве, то начнут гнить корни, а в том случае, когда растение находится в комнате с температурой воздуха более 20 градусов и с низкой влажностью, оно может сбросить всю листву. Кстати, данное растение можно выращивать в качестве бонсай. Продолжение следует...